МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я работаю в компании производителя ПО в области информационной безопасности. Чтобы не задерживать вас перед обедом, я расскажу о некоторых наблюдениях по факту проведенных проектов в прошлом, позапрошлом году и тех проектов, которые видны уже сейчас. Задача, которую мы решаем, называется контроль действий администраторов и привилегированных пользователей. Мы занимаемся достаточно давно. И не буду скрывать, наша компания и продукт появилась в рамках тематики импортозамещения на базе известного французского продукта «Валикс». С тех пор прошло много времени, потрачено достаточно много сил и средств для того, чтобы появился российский продукт и для того, чтобы тема, которую мы представляем, была активна на рынке. И вот некоторый результат того, что у нас получается. Если пару лет назад, ну, больше пары лет назад, мало кто про эту тему думал, в 2016 году активно пошло пилотирование и пошли первые массовые внедрения. Сейчас разговор идет очень предметный по задачам, связанным с защитой критически важных объектов в том числе. Некоторые наши успешные проекты были сделаны в довольно крупных государственных и коммерческих корпорациях, в том числе на промышленности и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Если вкратце, задачу вы наверняка представляете, но внедряется подобная система на практике, как в целях задач безопасности, так и в целях обеспечения процессов IT. Задачи безопасности, я думаю, что вы все прекрасно представляете, для служб IT, как правило, на практике важны две задачи. Подтвердить, что не наши сотрудники были причиной проблемы, что важно, и быстро решить проблему, если мы знаем ее причину. Как вы понимаете, работая по задачам, связанным с контролем регуляторов, мы очень внимательно следим за законодворчеством, и благодаря усилиям соответствующих органов у нас масса причин, почему подобная система может быть нужна. Началось все с любимых трех приказов. Дальше интересная активность была создана со стороны Минкомсвязи, связанная с контролем действий администраторов, где это явно прописано. И теперь, здравствуйте, мы начали осваивать вопросы, связанные со 187 ФЗ. Честно скажу, что если сравнивать с задачами, связанными с антивирусной безопасностью, например, то мы в худшей ситуации здесь, как производитель, потому что нигде явно, за редким-редким исключением, задача контроля безопасности не прописана в документах. Она есть. Предыдущий закладчик, спасибо большое, был очень интересный, кстати, честно и совершенно очевидным образом поделилась особенностью реализации крупных проектов в современном IT-безопасности, то, что специалистов не хватает, требования к квалификации растут, и требования к защищенности растут. Соответственно, чем больше растут требования, тем больше требуется соответствующих мер, как документальных, так и, извините, практических, то есть и оборудования, и систем, которые необходимо эксплуатировать. Как следствие, аутсорсинг. Он может быть внутренний в рамках, например, группы компаний, или даже еще более внутренний в рамках подразделения одной компании. Но все чаще мы встречаемся с тем, что, например, в энергетике или в других похожих крупных корпорациях, например, производство, транспортировка, переработка и продажи могут находиться в абсолютно разных юридических лицах. Соответственно, любые вопросы, связанные с владением, эксплуатацией, безопасностью и другими задачами, на которых мы сталкиваемся, реализуются сотрудниками разных юридических лиц. Да, фактически это тоже аутсорсинг. Как следствие, они друг от друга вынуждены тоже защищаться, для того, чтобы обеспечить необходимые контроли, заданные со стороны бизнеса, так и контроли, требуемые регулятором. Я перечислил в презентации некоторые моменты, на которые мы, например, опираемся в наших проектах. Я не буду их зачитывать. Вы их увидите в материалах. По свежему ФЗМ мы обычно разговариваем про вопросы, связанные с управлением конфигурацией, потому что эта эксплуатация и это поддержание системы в рабочем состоянии. Одна из ключевых задач, которые законом прописаны. Немножко расскажу про особенности, которые я вижу как инженер, как руководитель инженеров, того, что мы встречаем в поле. Особенностью последних лет, то, что вдруг начались проекты далеко на Востоке, как правило, все большие компании по понятным причинам стараются централизовать управление средствами безопасности, средствами производства и эксплуатации поближе к тем местам, где у них есть возможность нанимать специалистов и где этих специалистов проще удерживать. Как правило, это города, понятно, какие. Теперь активно пошли работы за Уралом в разных местах. Это хороший признак, это интересно, и там тоже есть жизнь. Например, мы делали несколько проектов в производстве. На самом деле, производство – это то, что меня как инженера очень радует, потому что оттуда приходят задачи инженерно интересные. Здесь и автоматизация связана с различными аспектами АСУ, и вопросы связаны с серьезными ограничениями как по финансам, так и по расположению. Большие территории, большие затраты на транспортировку, логистику, управление и так далее. При этом производство сейчас имеют неплохие бюджеты, которыми раньше могли похвастаться банки. Сейчас банки имеют проблемы в этой области. Очень часто мы при взаимодействии с промышленностью находим там вполне выстроенные, зрелые процессы, в которые нужно встраиваться, вполне зрелые системы информационной безопасности. И мы как производитель встраиваемся как компонент, например, в комплексный СУИП. Это очень хорошо, это очень удобно, и так не везде. Это было приятным открытием, потому что уже не первый проект мы делаем, и очень аккуратно встраиваемся в существующий результат, проделанный людьми работы. Спасибо вам за это. Из интересных задач, которые мы недавно пилотировали, это контроль доступа наладчиков к обрабатывающим центрам. Много сейчас автоматизации, связанной с производством, и именно непосредственным выполнением производственных операций. То есть это ЧПУ-станки, это всевозможные линии, которым нужно обслуживание, нужно достаточно регулярно. И многие производители такого оборудования, МАЗАК и другие, предоставляют собственные средства централизованного управления для них. Но где мы имеем сетевую связность, где мы имеем централизованное управление, мы имеем риски, связанные с ИБ. Логично. Как правило, здесь нет возможности для коммерческого предприятия или даже для предприятия оборонного зарезервировать это место достаточно. Выход какого-то элемента производственной цепочки приносит серьезные финансовые проблемы или, не дай бог, проблемы на выполнении гособоронзаказа. Здесь есть риски, и коллеги стараются с нашей помощью и с помощью других производителей их решать. Очень интересные задачи. То есть это даже за пределами сигнализации. Очень красивые вещи делают люди. Соответственно, интересные особенности при работе с оборонно-промышленным комплексом, как правило, это, конечно же, вопросы, связанные с бумагами в первую очередь. Потому что такие условия работы у людей. Как правило, это очень небольшие частные решения, связанные во многом с задачей быстро скомпенсировать какими-то мерами новые требования. Потому что не очень много денег, не очень они могут ими маневрировать. И стараемся помочь коллегам, а коллег на этих проектов много, эти вопросы порешать. Классическая схема, которая обычно применяется, это реализация разного рода узлов удаленного доступа, как в рамках одного предприятия, так и в рамках группы компаний. Как уже говорил, много вопросов, связанных с внешними исполнителями, с подрядчиками. И большие расстояния нашей страны требуют применения этих средств для выполнения задач. Вопросы, связанные с проектами в нестигазовом секторе, интересны тем, что эти компании традиционно имеют отличный нюх на изменения. То есть на момент, когда вопросы, связанные с 187 приказом, были еще проектами законодательных актов, уже ввелись рабочие группы по адаптации средств информационной безопасности под новые требования. Это вещь традиционная. Такая же история была и в случае с приказами нашими любимыми, и с контролем средств электросвязи по 135 приказу. хорошая практика и не дешевая. Но тем не менее, приятно с коллегами работать, потому что о многих вещах мы из этих рабочих встреч узнаем впервые. Энергетика. Здесь много коллег из энергетики, кто подходил уже. У нас очень большая страна. Энергетика – это скелет государства. И понятно, что одним из основных признаков проектов, связанных с энергетикой, это чудовищные расстояния и невозможность на каждой, грубо говоря, подстанции, даже крупной, держать сколь-нибудь серьезные средства, как минимум людей. Особенно учитывая серьезные сокращения затрат в этой области. Плюс, как уже неоднократно говорили на мероприятии, серьезная у нас проблема с подготовкой новых специалистов. Будем благодарны любым людям, которые работают в этом направлении. Учить специалистов нужно. И нужно с нашей стороны, как со стороны производителей, серьезно упрощать и стандартизовать решения. За что спасибо коллегам, которые этим занимаются. Следственно, характерным признаком для меня при проработе с проектами в энергетике это постепенный, многоэтапный процесс. Здесь завели пилотную зону, потом ее тиражировали, посмотрели, как она работает, а потом построили большой проект на 4-5 лет. И постепенно, постепенно, постепенно проект растет. Тоже по-своему очень интересные проекты. Сделали мы несколько проектов, связанных с государственными информационными системами. 187-й ФЗ приятен тем, что явно прописали, уважаемые законотворцы, наследственность, преемственность регуляционной базы на отраслевые всевозможные законы. То есть, они съедают и требования приказов, и требования, связанных с ГИСами, являются логичным продолжением этих вещей. При этом, за счет развития всевозможных информационных систем, госуслуги, связанные с ними проекты, в государственных органах, в ГИСах, сейчас чудовищное количество оборудования, чудовищные взаимоотношения по количеству с подрядчиками. То есть, один ГИС может эксплуатироваться десятком разных компаний. В этих условиях работа по контролю рисков, связанных с удаленным доступом, крайне необходима. И заказчики явно это видят, и благодаря этому мы не скучаем, поверьте. Ну и, конечно, огромные объемы проектов, связанных с работами. То есть, это и бумага, и непосредственная работа на площадке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова